Я, значит, включил запись. Дорогой Александр, представь, пожалуйста, своих друзей. Инесса Степановна. Это я. Добрый вечер. По образованию педагог. Да. Сергей Павлович. Сергей Павлович Павлюков. Это полностью работает на космическом предприятии. Понятно. И Дмитрий Кожелянко. Это офицер запаса. Сейчас он работает в охране на космодроме Байконур. Понятно. Это ваши ученики по методам вашим бойцовским, да? И да. Мы по-бойцовскому, и мы занимались оздоровлением. Вот Инесса Степановна может рассказать. Вот Сергей, там Дима могут рассказать. Понятно. Задача нашей встречи какая? Познакомиться, рассказать с группой нашей. Так. Да, что интересует нашу группу, чтобы я понимал. Вокруг чего мы будем говорить? Вокруг чего? Вокруг вашей встречи, да? Хорошо, хорошо. Вы давно занимались? Сколько вы занимались? Байконурскими техниками, там, по здоровью. Сколько вы занимались? Ого. Очень, очень большинство. Лет 17, а то и больше. А на Байконуре с 94-го года, Хасай Магомедович. Да, понятно. Вы на Байконуре с 94-го года. А с Александром сколько времени вы занимались? Вот мы про... С Александром занималась я. Можно я чуть-чуть быстро про себя? Конечно. Мы занимались рукопашкой, а потом у меня была серьезная ситуация. У меня очень неудачно была операция на позвоночнике, грыжу. И я вообще плохо ходила. И меня как-то увидел Саша и говорит, ты чего бросила? Давай-ка приходи. Мы будем восстанавливаться. И вот так я опять попала к нему и начала заниматься, и хожу. И мне очень много, как бы, мы называем Сашу наш санцей, наш руководитель, наш, как бы, тренер по всем новым методикам, которые. Он очень много интересуется, очень много рассказывал нам. Очень много мы пробовали, очень много получалось. На семинары ездили к Ритюнскому, в Крым, на юг. В общем, у нас такая команда, которая, вы знаете, как, ну, как родственники, Хосай Магомедович. Просто... Это я понимаю, хорошее дело сплачивает людей. Да. Очень приятно, конечно. Да. И когда вот сейчас вроде бы, как я уехала, например, с Байконура, сейчас в Санкт-Петербурге. Там ребята остались, вот, Серёжа запускает ракеты. Дима был военный, как Саша. А вот этот, как бы, интерес и то, что нас объединяло, это здоровье и ваш вот новый метод, который Саша нам сказал, ребята, давайте изучать серьёзно и основательно для того, чтобы применять к себе этот метод ваш. Поэтому... Вы уже начали его применять? Да. Мы изучили, читали ваши книги, смотрели ваши вебинары, смотрели ваши ликбезы. И поэтому, ну, вот есть такие вопросы, которые бы, ну, хотелось вам задать. Немного. Мы понимаем, мы благодарны, что вы нашли время уделить нам для себя. Но вот хотелось бы просто такие детали, потому что пока много вот я за себя говорю, я пока, ну, не в вашей вселенной, не в вашей системе. Вчерашний ликбез смотрели? Смотрели. Да. Что там вас заинтересовало или что у вас не получилось? Ну, я уже вот Саша говорила, я это упражнение помню с Байконура, у меня оно не получается. Какое упражнение? Подкова. А, так это не исключая, это Сашина упражнение. Ну, вроде бы как подключая ещё ваше, думаешь, а вдруг она сразу сейчас и получится, понимаете? Я понял, я понял. Хорошо, будем это иметь в виду, как нерешённую задачу, которую вы хотите решить. Я сразу хочу сказать, ключ помогает решать любые задачи. Потому что ключ помогает снять зажатость, выйти на состояние, близкое к нулевому состоянию, когда максимально комфортно, и дать волю воображению. То есть дать волю своей воле. Вот, например, Сальвадор Дали давал волю своему воображению, сидя в кресле, слегка покачиваясь, задрёмывал. Когда человек задрёмывает, у него появляется ощущение комфортности. А в комфортности снимаются все дискомфортные какие-то отвлекающие моменты, и он там воображал себе свои картины. И поэтому он в этом свободном воображении, в комфортном состоянии между сном и бодрствованием, когда представлял себе свои новые картины, он был свободен от страха, ошибки. Он был свободен от всевозможных ограничений сознания, потому что между сном и бодрствием мы встречаемся как бы с вечностью, бесконечностью. Как бы мы встречаемся с отсутствием вот этих вот ограничений. И там сознание свободны. То есть, по сути, речь идёт о состоянии внутренней свободы. И когда мы внутренней свободы, так же делал Тесла. Он погружался в это состояние и там изобретал свои изобретения, потому что в этом состоянии ничто там не мешает воображать, быть максимально сосредоточенным на своей задаче. Так любую задачу можно решать. Вот давайте мы сегодня это попробуем и посмотрим, как у вас, Сашина, волна вот эта мышечная получится после того, как вы выйдете на это состояние. Мы это сейчас сделаем. Так, и ещё другой вопрос. А скажите, пожалуйста, вот я понимаю, что мы входим, ну вот я, допустим, так понимаю, просто слова не могу подобрать. Вот мы входим в сознание какое-то, сверхсознание, где мы в нулевое состояние. А можно вот ставить задачи там не относительно себя, а относительно, например, своего ребёнка? Да, вы при этом меняете своё отношение к ребёнку, становитесь более к нему чувствительным, внимательным, более заботливые. И, соответственно, у вас появляются идеи по отношению к ребёнку, как ему лучше. То есть это можно как бы ставить себе задачи, как бы переориентировая сознание на другого человека? Да, но это не значит, что… Вот я вам пример приведу такой. У меня был приятель, который в Санкт-Петербурге в своё время, ну это ещё тогда Ленинград назывался, в советское время. Он был оцерплённый, и он ходил с крестом, он был священником. Он создал институт резервных возможностей человека. И вот он ходил в поликлиники, там местные больницы, и там матери сидели с ребёнками, с младенцами, и он их всех осенял крестом. И после этого люди якобы лучше выздоравливали. Но на самом деле получалось, какая там, механизм такой, получалось, что матери, поверив, что ребёнок теперь выздоровеет, с этим ощущением, теперь его по-другому как-то за ним смотрели, по-другому его укачивали, ожидая, что он выздоровеет, веря в это полностью, потому что их осенили крестом. То есть он, как чумак, заряжал их психологию, самих матерей. А матери по-другому уже к ребёнку относились, и поэтому он выздоровел. Не потому, что ребёнок после крёстного дела вот этого получал импульс. Он же там понять ничего не может, он младенец. Она получала импульс. Но она с этим импульсом по-другому с ним себя вела. И это воздействие, другие действия её материнские, ребёнку помогали, потому что она уже с большей верочной выздоровеет, с ним общалась. То же самое, как чумак сделал. Чумак по телевизору сидел и заряжал воду. Или кремы у людей. Он же к ним не прикасался. Он вроде крем заряжает, а на самом деле он этих людей заряжал. Потому что когда люди поверили, что крем уже другой, на щеку мажет, и действительно реакция. А когда он не заряжал, другая реакция. То есть у них восприимчивость менялась к этому же самому крему. А думали, что он крем заряжает. Он не крем заряжал, он их заряжал. Воздействовал, то есть на людей. На их психику восприятия крема. Но здесь то же самое. Когда вы спрашиваете, могу ли я с помощью ключевого состояния воздействовать на ребёнка, имеется в виду, что вы меняете к нему отношение. Соответственно, ваши все действия, слова, мысли об этом меняются. И вы находите там какие-то выходы, которые раньше в голову не приходили. Я-то не знаю конкретно ваших обстоятельств. Может ребёнок, вы говорите о здоровье. Или, может, вы ему хотите в обучении помочь, там где-то в институте. Или жениться удачно. Я не знаю, о чём вы говорите. Нет, ну я в общем просто хотела механизм понять. Механизм однозначно заключается в том, что никакой телепатии в мире нет. То есть телепатия – это передача мыслей из головы одного человека к другому человеку. Всё это враньё. Такого не существует. А существует изменение восприятия вещей. А это восприятие влечёт за собой действия. А действия создаёт результаты. Потому что если бы я мог, просто воображая, поменять ситуацию на планете, и войн бы давно не было. Чуть же эти все телепаты не соберутся и не помечтают, что войн нет. Что-то у них не получается. Для этого надо совершать какие-то действия. То есть человек может влиять на самую себя. Может. А чтобы повлиять на объективную реальность, нужно совершить поступок. Но влияя на себя, он может этот поступок совершить более правильный. И таким образом, говорят, мысль материальна. Она материальна в том смысле, что ты влияешь на себя этой мыслью, меняешь своё отношение и совершаешь поступок. То есть сам. А ещё скажите, пожалуйста, Хасай Магомедович, а вот обучение детей, вот чтобы ребёнок быстро устает, например, у меня внучка, очень быстро устает, можно ключ применить к ней, к маленькой, вот ей 6 лет? Конечно, она сама его использует, только она об этом не знает. Она инстинктивна, когда устает, делает какие-то действия, совершает. Или она засыпает, или она начинает капризничать, или она начинает переключаться с какого-то серьёзного занятия на менее серьёзное занятие, отвлекается. Что-то она делает. Надо посмотреть, что она делает. Вот, например, человек, когда очень сосредоточенно решает какую-то волнительную для него задачу, он сидит за ухом чешет, пальцами стучит, ногой качает. Он что-то делает. Это помогает ему сохранять ясность ума, думать свободно. Потому что как только он не устал, а на фоне усталости вот это напряжение сосредоточенного внимания вызывает реакции инстинктивные, которые снимают лишнее напряжение. Потому что когда что-то делает человек, то, что с ним не резонирует, вызывает большой расход энергии. Ему легче переключиться на что-то лёгкое. И чем больше человек устал, тем легче и быстрее он переключается. Поэтому надо посмотреть, какие у неё реакции. Или она подёргивается, или пальчиками стучит, или хочется какую-то игру затеять. Надо посмотреть, найти там какие-то действия, обратить на это внимание и предложить ей их делать. Потому что из инстинктивных действий человека, которые он делает и сам, но если обратить на них внимание, можно сделать из них упражнения. Ну, например, у меня мама провела мальчика. Мальчик должен через несколько дней сдавать экзамен. А он никак не может на месте его сидеть. Он сидит и всё время вот так качается. Мама говорит, научите его не качаться, а сидеть сосредоточенно заниматься. А я говорю, сильнее качайся. Она очень удивилась, зачем. Я, говорит, к вам привела его специально, чтобы вы его от этого отучили. Я говорю, ну, раз он качается, значит, организму нужно. Давайте мы его попросим помочь организму. Качайся сильнее. Он качался, 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 а потом сел вот так, говорит, а больше мне не хочется качаться. Сон напряжение выпустил. И так вот два-три дня, как упражнения, пять минут дома делал, качался, и потом нормально, отлично сдал экзамен. Всё, спасибо, я поняла. Ну, я извините, ребята, я тут весь эфир захватила. Давайте, Серёжка. Мы сейчас не разойдёмся. Дима пока здесь ещё готовится. Сергей тоже готовится. Поэтому давай. Нет, ну я уже... Спасибо огромное, Хосай Магомедович. Я поняла и про внучку, и про как бы... Я хочу главное сказать. Вы произвели ключевое слово – утомление. Да. Знаете, когда она утомляется, как быть? Да. Надо определиться с режимом сна и работы. Вот если она не досыпает, она быстрее утомляется. Надо посмотреть, во сколько она просыпается, во сколько ложится. Надо, чтобы человек просыпался сам. А если он не может сам просыпаться, значит, ему доспать хочется. А если ему не дают досыпать, он быстрее утомляется. Угу. Всё правильно. Всё, спасибо, Хосай Магомедович. Пожалуйста, пожалуйста. Внученький привет. Спасибо. У меня тут внук Максимка, ему два года. Угу. Да. Так, ещё вопросы какие-то? Ну, давайте, ребята, Серёжка, давай. Извиняйся, Серёжа, задавай вопрос. Есть возможность автору задать. Если не боится, я буду всё время задавать. Давайте. Ничего, Эмису, задавай. Они сейчас пока разойдутся. Они ещё стесняются и боятся. Викторин, чего мы не стесняемся и не боимся? Я с этой системой знаком с 16-го года. У меня информации много скопилось. Я применяю её вот сейчас в группе, прекрасно работает. У меня сейчас есть подопечный, вот, который в институте работает, и на его знает. Он очень зажатый и не может уходить от предмета по пятницам. Десять минут работы по этой системе. Прекрасно начинает уходить от палки, от ножа, от чего угодно. То есть, прекрасно работает. То есть, я применяю это на тренировках, Викторович. И спасибо, Хасан Магомедович, за систему. Пожалуйста, я очень рад. Прекрасно работает. У меня неприятности по работе. Я захожу в зиповую комнату, пять минут делаю ключ, выхожу и плевал я на них на всех. А какие приёмы вы там делаете с ключа? А я, в основном, мне очень нравится, как вы называете, шалтай-болтай. Шалтай-болтай, правильно, да. А болтенно работает, нормально. Да, вот я хотел нашей даме сказать, что все дети делают шалтай-болтай тоже. И мы делали, когда были маленькие. Это стоишь, шалтай-болтай влево, вправо. И думаешь, о чём думается. Вот видите, дети инстинктивно делают это же самое. Просто, когда мы вырастаем, мы забываем про это. Нас никто в школе этому не учил. Что как раз-таки природа сама помогает решать наши вопросы. А мы не знаем и по шаблону себе закрываем. А вот, оказывается, надо. Так вот, очень хороший пример. Он ото всех отошёл, закрылся там и сделал шалтай-болтай. Потому что у меня иногда люди спрашивают, а я же не могу во время совещания делать ваши ключевые приёмы. А я говорю, и не надо во время совещания. Делайте дома в удобное время. Или вот зайди там куда-то, чтобы ни у кого возражение не возникало. Я, знаете, что придумал, Азай Магомедович? Когда нельзя сделать, я это делаю, как вот Викторович нас учил, как Ретюнский. Я начинаю тогда мысленно гонять это. Сидя на стуле. Пусть меня ругают, потом что угодно говорят. Я сижу, физически я вроде на месте, а мысленно я вот так вот кручусь. Правильно, 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 правильно. Он отошает, помогает. Да-да, те же упражнения можно делать мысленно. Конечно. А вот у нас есть в Америке Мария Ока. Она у нас на одном из ликбезов предложила очень хорошую идею. Вот у кого руки не расходятся автоматически по желанию, она говорит, мысленно можно сначала их разводить. Например, сидишь, не поднимая рук, просто воображаешь себе, что ты держишь руки на весу. Просто воображаешь себе, не поднимая руки, воображаешь себе, что руки... И сначала проигрываешь мысленно. И когда ты достиг того, что ты мысленно поверил, что они пошли, а потом ты берёшь уже в реальности, представляешь, что они пошли, они уже идут. Вы правильно говорите Можно это мысленно делать Сколько лет мы с вами занимались Вот этими мыслеобразами Они уже подготовлены Именно вот эти мыслеобразы Мы очень много с ними занимались Поэтому они и делают Ацент на мыслеобразы Очень здорово Викторович Ты у нас уехал в мае 10-го года А мы когда начали? А мы начали где-то за год за полтора Усиленно каждый день с тобой заниматься У тебя был такой прорыв тогда Резкий У меня сейчас прорыв Когда я познакомлюсь с Касаем Магомедовичем Ты перед отъездом Последний год Начал вот этим усиленно заниматься Это 8-9 год А вот мне интересно Потому что очень много здоровья мы занимались Ну да Поэтому когда я вот Ознакомился с системой ключ Я сразу сказал Касаем Магомедович Я хочу с вами заниматься Потому что Настроен на это А вот скажите В целом В целом Какое ощущение Вот вы занимаетесь с Александром Потом подключили ключ Вот в целом Что в жизни поменялось Что вы стали этим заниматься И вот другой человек Новичок допустим Который вообще не в курсе дела И скажет Чем же они таким занимаются Вот у меня дела У меня времени нету Так что же мне тоже надо будет Столько времени на это тратить Или что Вы можете сказать Вот что изменилось в жизни И сколько вы тратите на это время в жизни Ну чтобы не пугать людей Потому что они скажут Да не, 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 не Нам вот этим заниматься У нас времени нету Я вот например Кто-то говорил Я обычной физкультурой Не могу заняться А тут еще какие-то методики Подлагают Вот что вы скажете на это Александр Магомедович По вашей методике Я вот провожу Четыре тренировки В неделю Вот я взял Как бы Передал мне Стофету Сунцова Александр Викторович Я каждую тренировку Десять минут Уделяю этой системе После этого Люди расслаблены Начинают все делать как надо Раскрепощенные Раскрепощенные Полтора часа Тренировка Идет у меня А это по боевым искусствам Да? По боевым искусствам Боевые Чисто там Вот я говорю Не уходит человек От удара палкой Не может Не успеет Зажатый От ножа Десять минут И гоняю Через десять минут Уходит только так А вы там Ножевым боем занимаетесь Ножевым боем Нет Это немножко это всем Но А наиболее страшно Человек боится Предмет Кладной Рукоопасный Бой был Человек боится Предмета Зажатый Показывает упражнение Медленно делает Чуть скорее Не может Но зажимается Боится Да От палака От ноги От ножа Бесполезно Десять минут Делаем Всякие упражнения Вот из вашего ключа Начинает уходить На удивление Камни в них кидаю Уходят Да Мне это очень приятно Слышать Очень приятно Слышать Значит Польза какая-то Есть от меня Конечно Есть Позволь В 19-м году Еще Вот Инна Была со мной Рядом Мы Не очень Понимали Вы в Белоруссии Проводили семинары Да Я был в Белоруссии Проводил Я это дело Скачал Стал Каждую пятницу На тренировки В конце недели Вот делать эти упражнения Чтоб люди Расслаблялись Мы с этим знакомы Давно Да Вот А теперь Начали каждую тренировку Применять Понятно Я еще в те годы Не умел правильно Объяснить Наверное Нет Кстати Самая лучшая запись Что есть ваша Это вот та первая Моя Что вы говорите Вы мне ее Там все подробно Подробно Рассказано А вы мне ее Пришлите для архива У меня архив Я собираю Старые годы Чтобы изучать Я смотрю Как я раньше Это объяснял И как сейчас Объясняю Просто самое Вот вы меняете Это все У вас там только Был акцент На 10 упражнений Теперь вы Выделили 5 А так То же самое Один к одному Но я ребятам говорю Не можете 10 Я люблю делать все 10 Сделайте 5 Как Хасан Магавич Понятно Да Но вы знаете Что Там же главный акцент Включая Вот за эти годы За эти годы Уже на подборе приемов Которые больше Резонируют С человеком Он подбирает Себе те приемы Которые ему Максимально Комфортные Которые Проще всего Для него делать Сам подбор Этих приемов Развивает Личность То есть Сам подбор Этих приемов Путем перебора По максимальной Комфортности Учит его Быть внутренне Свободным И в жизни Тоже он Подбирает То что Ему больше Подходит Один Фехтование Идет Другой На бокс Идет Третий На плавание Четвертый На штамбу А это Тоже Перебираешь Приемы И подбираешь То что Тебе Больше Подходит Как и В рукопашном Бое Наверное Разные Стили Существуют Каждый Подбирает Себе Свой Стиль Каждый Подбирает Да Что Подседят Так вот Рутенский Тогда Это же И сделал Потому что Были Стампы Стампы Какие-то Были А он Взял И сделал Другую Динамику Сделал Подобрал Под себя То что Ему Больше Подходит И оказалось Что это Дает Больше Возможностей Я правильно Понимаю Нет Знаете Даже Когда Мы познакомились С Александром Ивановичем Когда И потом Когда К нам На Байконур Приезжал И когда Он рассказал Что сжатие И разжатие Сжатие Вы ничего Не добьетесь Скорости Не будет Никаких А вот Когда Вы сжимаетесь Разжимаетесь Это Уже Очень Хорошо И мы Пробуем Семь Обслабление Правильно 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 Давайте Мы еще Раз Встретимся С вами В следующий Раз Еще раз Сделаем Запись Да И потом Я уже Вас знаю Слава Богу Знаю И уже Мы можем Более Продуктивно Общаться Да И может быть Дадим Пару Советов Всем Которые Нас будут Смотреть Чтобы Они Быстрее Поняли Идею Как Снимать Зажимы Как Решать Задачи Которые Им Кажутся Недоступными Как Тратить Меньше Времени На то Что Раньше Они Тратили Много Времени Вот Давайте Как Быть Здоровыми Хорошо Хорошо Я Очень Вам Благодарен Александр Дорогой Спасибо Что Ты Познакомился Своими Друзьями Учениками Всех Обнимаю До Встречи Спасибо Огромное Спасибо Что Вы Сделали Такую Систему Удачи Всего Доброго Здоровья Успехов У Доброго У Продолжение следует...